Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня я хочу познакомить вас с литературным творчеством Алексея Алексеевича Киселёва. Алексей Киселёв – наш земляк, известный учёный-северовед. Совсем недавно, 18 октября, Алексей Алексеевич отметил свой 95-летний юбилей. Доктор исторических наук, профессор Мурманского арктического государственного университета, почётный гражданин города-герой Мурманска, участник Великой Отечественной войны, Алексей Киселёв всю свою жизнь посвятил изучению истории Кольского Заполярья. По литературным трудам Алексея Алексеевича несколько поколений жителей нашего края изучали и познавали историю своей малой родины. Алексей Алексеевич Киселёв родился в селе Полянки Ульяновской области. В Мурманской области живёт и работает с 1930 года. Во время Великой Отечественной войны он воевал в 16-й литовской дивизии, прошёл всю Белоруссию и Прибалтику, награждён Орденом Отечественной войны второй степени, медалями. В 1950 году после демобилизации вернулся в Манчегорск. В 1953 окончил золотой медалью Школу рабочей молодёжи, работал на Манчегорском радио литературным сотрудником редакции радиовещания. В 1963 году перешёл на преподавательскую дель в деятельность Мурманский государственный педагогический институт. Наш город Манчегорск занимает особое место в сердце и трудах Алексея Киселёва. Он много и с воодушевлением рассказывал о времени, проведённом в Манчегорске своим студентам. Написал книгу о Манчегорске. Книга «Манчегорск» была выпущена в 1986 году. Это книга об истории, хозяйстве и культуре города Манчегорска. Повествование в ней начинается с воспоминаний автора. Как Манчегорск родился, как рос. Алексей Киселёв с родителями приехал со станции Иммандра в палаточный городок. Вскоре его отцу, как лучшему лесорубу, и бригадиру-стахановцу выделили восьмометровую комнату с окном, выходящим прямо в лес. Это было лучше, чем в бараке. Там была своя плита и даже семья. После службы в армии Алексей Алексеевич вернулся в родной город. Учился, работал. После переезда в Мурманск он долго не мог привыкнуть. Манчегорск казался ему милее и роднее. В Манчегорске казалось и воздух чище, и зелени больше, и климат лучше. Зима так зима, лето так лето. Там жили близкие ему люди, где все друг друга знали. Алексей Алексеевич Киселёв был непосредственным участником строительства Манчегорска. О многом не расскажешь. Книгу надо читать. Имена людей, события в лицах, даты, цифры. Автор смог передать так, что мы представляем, как происходило освоение Манчи-тундры, строительство комбинатов, подвиг и труд людей, которые смогли выжить и добиться таких результатов в тяжелых климатических и бытовых условиях Севера. В своей книге о Манчегорске, которая была написана к 30-летию города, автор оставил свое напутствие горожанам. Говорят, каждый город имеет свой норм. Хочется, чтобы и в будущем манчегорцы беспокоились за дела производственные и честь города, стремились быть первыми среди соревнующихся, сохраняли и укрепляли хорошие традиции, доброжелательности, гостеприимство, гуманизм и патриотизм, дружбу и миролюбие. Всего вам доброго, друзья манчегорцы! Его писательский труд поистине огромен. Вклад Алексея Алексеевича в развитие исторической науки и краеведения ценен для потомков. Алексей Киселев – автор множества научных работ, многих учебных изданий, научно-популярных книг, статей в периодической печати. Особенный интерес его произведения представляют для тех, кто изучает историю Кольского Заполярья, Европейского Севера России, Северной Европы, Скандинавских стран и Финляндии, историю гражданской войны в России, Великой Отечественной войны. Книга «История родного края», вышедшая в Мурманском книжном издательстве в 1984 году, написана Алексеем Алексеевичем Киселевым в соавторстве с легендарным краеведом Иваном Федоровичем Ушаковым. В основе книги – архивные документы и воспоминания. Шаг за шагом прослеживает автор этапа образования, становления и развития Мурманской области. Сухие строки, приказов и распоряжений и субъективные эмоциональные оценки современников переплетаются, дополняя друг друга, создавая образ сурового северного края, близкого и родного всем, кто бросил здесь свой жизненный якорь. Одной из важнейших тем в научном творчестве Алексея Киселева стала Великая Отечественная война на самом северном участке Советско-германского фронта. В одной из своих последних книг автор обращает внимание читателя не столько на военные действия и героизм народа, сколько на внутреннее состояние простого человека, оказавшегося в тяжелых условиях. Документы, письма, воспоминания участников событий тех лет помогают читателю увидеть повседневную жизнь людей, как бы изнутри, представить быт, понять менталитет народа в суровых буднях военного времени. Как отмечает сам Алексей Киселев, Мончегорск, который родился и рос на его глазах, остался для него родным и близким. Алексею Алексеевичу всегда хотелось как-то особенно выделить Мончегорск, рассказать о нем получше, побольше. Так появилась на свет книга «Мончегорск», в которой автор показал дела и события города, его людей. В книге подробно проанализированы события на Мурмане накануне и в период Великой Октябрьской социалистической революции. Показана расстановка классовых сил, особенности работы общественных организаций на Севере, деятельность большевиков. Авторы попытались дать объективную картину происходящих на Мурмане событий, устранить ошибки и неточности, встречающиеся в исторической и художественной документальной литературе. Книга была шагом вперед в изучении революционного процесса на Мурмане и создавала благоприятные условия для дальнейшего развития историографии уже в современный период. В 2005 году Алексей Киселёв выпускает третий вариант книги «Улицы Мурманска». Это полное, красочное издание, иллюстрированное цветными фотографиями. Творческое наследие Алексея Киселёва велико, но главной книгой своей жизни он справедливо считает родное Заполярье. Это очерки истории Мурманской области советского периода. Её выделяют из других книг и высокий для областного издательства тираж, 40 тысяч экземпляров и объём свыше 500 страниц. Именно она проложила дорогу учёному к докторской степени, что многие регионы до сих пор не имеют подобных солидных обобщающих трудов по своей истории. Центральная детская библиотека от всей души поздравляет Алексея Алексеевича Киселёва с юбилеем. Мы желаем юбиляру бодрости, духа, оптимизма и крепкого здоровья. А всех любителей истории Кольского Севера приглашаю Центральную детскую библиотеку в кровеческий отдел познакомиться с книгами Алексея Киселёва. Прочитаясь, его книги также можно в электронном формате в электронной библиотеке «Кольский Север». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok